Добрый день, дорогие друзья, всем добрый день. Шалом, бонжур, шалом. Мы продолжаем изучать Тору из святого города Иерусалима. Сегодня вы узнаете очень интересную одну вещь, которая меня в сегодняшнем отрывке главы Беар, она очень удивила. Да, я раньше ее не знал, что она здесь есть. И, значит, сейчас мы начинаем, как обычно, с книги, которая называется Айом-Йом, сегодня день. Сегодня день и сегодня 11 ияра, 12 мая. И 26 день омера, сегодня 26 день. Привет из Малибу, да шалом Наталья вам. Из Малибу, это очень интересно. Спасатели из Малибу, как там у вас в Малибу? Солнечно, наверное. Хорошо. Значит, книга Айом-Йом, сегодня день, она вообще непонятная. Вот просто непонятная. Если бы просто вот так вот человек, который решил ознакомиться с Торой, он почитал бы сегодняшний отрывок, он бы сказал бы, я больше учить не буду, мне это неинтересно. Значит, здесь приводит Любович Стеребе кусочек из молитвы, которую мы произносим, утренняя молитва, да. И он говорит, то есть он приводит, он приводит из кусочки из молитвы и говорится такое, там, например, в слове Вахейн читается через огласовку вот такую, а в этом отрывочке читается через огласовку вот такую. Вот, например, можно прочитать Малибу, а он говорит, нет, говорит, надо читать Малибу. Вы говорите, нет же, нет гласных букв, есть только согласные буквы и огласовки, как произносятся. Где-то, по-моему, тысячу лет назад начали эти огласовки обозначать, но тоже есть, сейчас есть разные традиции, как читать эти огласовки, да. А так все передавалось по традиции, вот как слова, да, как слова произносить. И он здесь говорит, вот в этой фразе надо огласовочку вот так сказать, а в этой фразе надо огласовочку вот так сказать. Там, ну, например, Вэхэн читается через огласовку Цэээ, а не через Потах. Там, и так далее. Значит, и в конце он заканчивает. А также следует произносить, значит, Барук Шемку от Малхуту, Лау Лам Ваэд, после молитвы Шма Истраэль. Значит, благословенно слава Царства Его и вечность, и верность Его вечны. В общем, нюансы. Сидит человек и думает, зачем мне это знать все, зачем, зачем, какая мне разница, какая огласовка. И вот здесь как раз и видно разница в подходе людей к мышлению и к восприятию реальности. Вот смотрите. Вот если вы понаблюдаете за своим мышлением, то вы увидите, что мысли, они за что-то цепляются. И вот так вот как по кругу зацикливаются на каких-то идеях, да. У каждого из нас есть свои какие-то идеи, на чем мы зациклены. Вот я, например, сегодня утром думал про то, куда младший сын, у меня два сына, старший и младший, куда младший сын пойдет учиться дальше, да. То есть вот сейчас заканчивается этот год школы, и есть сомнения. Я вот думаю, и вот у меня мысль там вокруг этого, вокруг этого крутилась там до молитвы. Потом после молитвы я подумал там еще о чем-то. То есть мысль человека, она постоянно за что-то цепляется. Теперь у, возьмем, человека нерелигиозного, да. О чем цепляется его? О чем он все время думает, нерелигиозный человек? Вот у него нету в его картине мира, в его модели мира, допустим, нету мысли о Боге вообще. Не дай бог, есть такие люди, да. Вот он, значит, он утром проснулся, и он думает там, ну какая-то у него есть, я не знаю, кто-то его обидел, или какая-то опасность. Или он думает, а что дальше с войной будет, или что с работой, что я буду кушать, что не буду кушать. У каждого свое. Теперь, что там говорит здесь Любович Тиребес в сегодняшний день? Он говорит, смотри, ты можешь, ты можешь соединиться с вечностью, даже размышляя, какую огласовку поставить в слове, в молитве. То есть, в принципе, человеку, о чем бы он ни думал, его главная, как бы, внутренняя цель, это избежать страданий и получить удовольствие. То есть, главная тема, как внутреннее наполнение его размышлений, человек хочет. Вот если вы спросите, а зачем ты об этом думаешь? Ну, какой у тебя смысл об этом думать? Вот возьмите любую свою мысль или любого другого человека. И в итоге окажется, что он хочет избежать страданий и получить удовольствие. Все, вот это вот тема всех размышлений. Теперь религиозный человек, он нашел уже вот в этой вот иллюзорной реальности, в которой он живет, реальность смыслов, каких-то идей, тем, описаний. Он нашел уже выход к самому большому удовольствию, к вечному удовольствию, к вечному. То есть, ему дали тот, кто уже знает про Бога и тот, кто к Богу прикрепился внутренне. У него уже есть, он прочувствовал хотя бы раз в жизни вот этот вот вечный кайф, который его душа ему как бы просигналила, вот этот вот момент вечного удовольствия, которое есть в духовном мире. И дальше человек, который уже религиозный, он периодически возвращается мыслями вот к этому свету, такой внутренний свет. И Рэбэ говорит, слушай, есть в Мишнаф Пертьявот, там написано так, Будь осторожен в легкой заповеди, как в тяжелой, что не знаешь ты награду за выполнение заповедей. Значит, все. Когда ты, в принципе, думаешь о чем-то, связанном со Всевышним, то ты в этот момент уже можешь прикрепиться, даже думая о какой-то вот простой вещи, как сказать мне огласовку в молитве, так мне эту фразу сказать или не так, ты в этот момент уже прикрепляешься вот к этому вечному кайфу. Вот так я понял сегодняшнюю, да, сегодняшнюю вот эту вот нам идею в книге о Йом-Йом, сегодня день. Дальше, книга «Как обрести небо на земле», «Как обрести рай на земле», нам сейчас дается, это другая книга, вообще другой автор. Ту книгу Рэбэ составил где-то лет 70 назад, да, там в 50-е годы. «Обретение неба на земле» это кто-то, давайте я сейчас вот узнаю, кто ее автор, а то я каждый раз собираюсь это сделать и не делаю. «Обретение неба на земле», автор, сейчас мы узнаем, кто составил эту книгу. Книга «Обретение неба на земле», 365 размышлений Рэбэ. Но кто же ее написал, эту книгу, кто собрал? У Рэбэ же было явно больше, чем 365 размышлений. У Рэбэ было очень много размышлений. Кто это составил? Эта книга, сборник высказываний на важные темы, рабе Минахи Мамедела Шниерсон, одного из самых влиятельных религиозных деятелей нашего времени, признанного лидера, известного всему миру. Составитель, вот, нашел я составителя. Составитель этой книги Фри Цви Фриман. Какой-то человек по имени Цви Фриман, он выбрал из Цви, сейчас мы узнаем, кто это, Цви Фриман. Сейчас мы узнаем, кто это Цви Фриман. Значит, Фриман, Цви, Цви Фриман. Канадский раввийный автор, связанный с хасистским движением Хаббат. Он живет в этой, в Канаде. Цви, не фирма, Цви Фриман его зовут. Цви Фриман. Молодой такой, если это его фотография. Такой в очках, ну, как все раввийные. Борода, очки, типа. Значит, он собрал, изучил. Рэбэ же написал невероятное количество. Есть только его писем там, издано 40 тысяч или 50 тысяч. А он нам выбрал 365 размышлений Рэбэ, и мы их изучаем. Но смысл, то есть его было намерение, вот этого Цви Фримана, собрать, вот он как бы дал себе намерение. Как же попасть на небо, будучи на земле? Как ощутить небеса на земле? И он начал собирать из, читал, читал Рэбэ разные идеи, письма Рэбэ и выбрал 365 размышлений. Понятно, да, как работает? А мы с вами тоже, мы хотим же небо на земле? Хотим. Значит, мы изучаем то, что он нам сказал. Тут он приводит нам такую идею, которую Рэбэ рассказывал. Хасидский учитель Рэбэ Мэйр из Примышли, который жил у подножия Крутого Холма, ежедневно, в любую погоду, в снег и гололед, взбирался на вершину холма, чтобы очистить свое тело, погрузившись в ручей на другой стороне холма. Значит, хасиды, которые служат, вот у них они делают больше, чем надо, они каждое утро окунаются в микву. Миква это специальный ритуальный бассейн, в котором есть живая вода, то, что называется простым языком, живая вода. Значит, если этот бассейн, как он окунался в ручей, так это понятно, что это живая вода. Всевышний создал вот эти родники, так и называется, родник, источник, значит, озеро, море. Это живая вода, вода, которая прикреплена к земле, к подземным источникам. То есть, это вода, которая, можно сказать, творение Всевышнего. Теперь, значит, те, которые живут в городах, они сказали, что мы будем собирать воду с неба, это живая вода. Они собирают, течет дождевая вода, она стекает, дождевая вода, в подземный резервуар, потом берут, подземный резервуар соединяют с бассейном, чтобы были сообщающиеся сосуды, и потом в бассейн наливают воду из-под крана. Но эта вода из-под крана, она смешивается с этой дождевой водой, и так как они сообщающиеся сосуды, а дождевой водой больше, это же вода живая, то вода из-под крана принимает свойства вот этой вот дождевой воды, какие-то духовные свойства. И хасиды каждое утро окунаются в этот, обязательно перед молитвой, в этот источник, и потом они выходят из этого источника полностью, они полностью, нельзя чтобы было, вот ты должен окунуться, как в младенец в животе матери, он плавает полностью, вот ты должен окунуться в этот источник, ни к чему не притрадиваясь, и чтобы не было никакой одежды на теле, ничего не должно прерывать связь с этим источником. И в этот момент происходит духовное очищение, и потом хасиды идут на молитву и молятся. Теперь настоящие хасиды, которые прямо, ну вот самоотверженные такие хасиды, они это делают в любую погоду. И вот здесь написано было про такого мэра из Перемишлы, который в любую погоду, снег, дождь, зима, лето, он забирался на этот холм, и на той стороне холма был ручей. Значит, я знаю такого хасида, мой сын, ей первое и второе учились в Хедере, в Тиеве, Раф Эли Хэшин его зовут, там был такой учитель, Раф Эли Хэшин. И он в любую погоду, он окунался в живую эту воду, где бы он ни был. Есть известная история, он каждую субботу ездил из Тиева в Умань для того, чтобы провести субботу рядом с мадилой Раби Нахмана из Бреслова, который его духовный учитель. И он, значит, как-то он ехал туда на субботу, была зима, страшная зима, и у него сломалась машина посередине между Тиевом и Умань, и уже близко шаббат, у него, значит, много детей, и он находит там какое-то место, где ему можно остаться на шаббат. В шаббат ездить нельзя. И он перед субботой должен окунуться в Микву, и он выходит и начинает искать источник, находит какую-то там лужу, которая, ну, мини-лужа такая, да, со льдом. Пробивает этот лед, и, значит, все-таки окунается в этот природный источник. И наш аббат он остается в этом месте, и потом он едет в Умань. Проходит несколько лет, и он едет из Умани в Киев, он ездит каждую неделю из Умани в Киев, на шаббат в Умани, всю неделю в Киеве, и его машина, микроавтобус, в котором едет он, его 8 детей и жена, на трассе переворачивается, крутится-крусит, крутится, падает во враг. И, значит, что вы думаете, он, 8 детей и жена, ни одной царапины, вообще ни одной царапины. А где этот овраг? Овраг это то место, где он окунался в Микву несколько лет до этого, зимой, он пробивал там лед, чтобы окунуться в Микву перед шаббатом. То есть, с какой ты самоотверженностью идешь ко Всевышнему, настолько ты близко к нему и приближаешься. И здесь нам рассказывается про вот этого Раби Мейера из Перемышли. Люди, они знали, что он чудотворец, его благословения, его молитва давали невероятные изменения, то есть, они знали, что он чудотворец. И, значит, они видели, особенно зимой, никто не решался пойти за ним через этот холм, чтобы окунуться в этот ручей. И, наконец, несколько молодых людей решили попробовать тоже за ним пройти, да, сделать то же самое, что он. И он без труда взбирался на этот холм обледенелый, а они начали за ним лезть и не смогли. Так они его спросили, в чем ваш секрет, Раби Мейер, в чем ваш секрет? А он им, знаете, что сказал? Он говорит так, надо быть связанным с верхом, пояснил он, и ты никогда не упадешь вниз. Он говорит, мой секрет в том, что я всегда мыслями со Всевышним, и поэтому то, что я делал, у меня получается. То есть, все его действия во имя небес, и на гору он лез во имя небес, а они лезли на гору. Почему? Потому что им надо было, может, соревнования, может, зависть, может, проверить себя. То есть, они лезли не потому, что они лезли вверх, да, ко Всевышнему, а они лезли потому, что что-то у них были какие-то другие мотивы. Он говорит, если у тебя мотив один в жизни, идти вверх, идти к духовному развитию, идти ко Всевышнему, так тогда и холмы, и миквы, все у тебя будет. Такой он совет взял, это мы теперь знаем, кто это нам советы дает, это Цви Фриман, который написал книгу «Небеса на земле», который выбрал из всех высказываний Рэбе, выбрал вот нам 365 таких наставлений, которые мы изучаем. Дальше мы переходим к недельной главе, и в этой недельной главе рассказывается тема, которая, это была первая у меня тема, когда я начал вообще учить Тору. Я, когда мне было там 26 лет в Москве, 26-89 год, значит, да, где-то 9-й год, 88-й год, может быть, даже, 98-й, 98-й год, я потерял уже деньги. Значит, я начал учить Тору в 97-м году, это мне было тогда 24 года, начало 98-го года, где-то 25 лет я начал учить, потом на год перестал, а потом уже 26, уже начал учить серьезно, соблюдать шаббат, и уже с этого момента полностью стал религиозным таким настоящим человеком. Так вот, значит, когда я только начинал учить Тору, я пришел как раз в место, где учили Тору, и начал изучать вот эти вот законы, которые в этой недельной главе как раз рассказаны. Значит, здесь недельные, здесь законы о том, что нельзя давать деньги в рост. Нельзя давать деньги в рост, нельзя давать деньги под проценты, значит, что Всевышний надо поддерживать, написано так, если обеднеет твой брат, и его рука придет в упадок, и, значит, ты должен его поддержать, ты должен его поддержать, и ты должен поддержать пришельца, Гера, Ветушава и поселенца, и жить, чтобы они жили с тобой, чтобы они жили с тобой. Значит, такой закон, очень понятный закон, что ты должен поддержать и брата, и пришельца, и Гера. Всех ты должен поддержать, потому что не может человек быть счастливым, если вокруг люди несчастные. Это факт. Я каждый раз, вот я последние 10 лет работал в Украине, и мне было вот очень тяжело. Почему мне было там тяжело? В Украине, там, в России. То есть, когда у тебя во дворе, каждое утро ты выходишь, и бомжи из мусорки собирают еду, то очень тяжело после этого мне лично было чувствовать себя счастливым, да? В Израиле, например, я видел, да, в Тель-Авиве сейчас тоже есть много бомжей, есть, но есть еще больше социальных служб, которые стараются им помогать. Выделяют на это деньги, лечат там их, дают, ну, то есть, есть социальная помощь, все. То есть, страна, которая не заботится о своих вот этих вот необеспеченных гражданах, то это, ну, это неправильно, да? Вот мы видим, что Бог сказал заботиться обо всех обездоленных, даже кто такой пришелец, написано. Значит, кто такой пришелец, объясняет нам устная Тора. Пришелец – это кто? Если он в Эзоут-Ушав, кто это поселенец? Есть Герета, который принял законы иудаизма. А кто такой Ташав, это как бы тот, кто поселенец, кто живет с тобой? Каждый, кто принял на себя, чтобы не служить идолам. Вэухэльневелот, но есть некошерное мясо, есть падаль, да? То есть, то, что умерло само, или там, ну, некошерное мясо. То есть, он принял на себя, что есть единый Бог, он принял на себя, что есть Творец Мироздания, Хозяин Мира. Он не служит идолам, у него нет никакого идола поклонства. Но он не соблюдает заповеди. Это называется тот, кто живет с тобой, да, поселенец. Он не стал Гером, он не стал пришельцем, который присоединился к еврейскому народу. Но он стал поселенцем, который пришел, живет, но идолам не служит, да? Значит, тоже его надо подержать. И вот дальше идет. Не бери с него проценты. Неших вэт орбит. И бойся Бога Всесильного твоего, и пусть живет брат с тобой твой. Значит, нельзя давать под проценты. И дальше разъясняется. Этка спеха лоти тен лоб и нэшах. Деньги твои не дава ему в рост. Убоморбит. И, значит, морбит это на умножение. Лоти тен ахлеха. И не дава ему даже пищи на умножение. То есть, по Торе запрещено давать деньги под проценты и брать деньги под проценты. Значит, еще раз повторю. Тора дана еврейскому народу, народу Израиля. Тем, кто, это как спецназ, то есть, у которых есть очень много законов. И Бог сказал, если вы уже берете на себя все законы божественные, значит, это закон, который входит в 613 заповедей. Нельзя давать деньги под проценты и брать деньги под проценты. Теперь, евреи не могут отказаться от того, чтобы выполнять законы Бога. То есть, это еврейский народ, это военно обязанный. Любой, кто хочет взять на себя все законы Бога, может присоединиться к еврейскому народу. Но тот, кто просто говорит, я в Бога верю, но заповеди соблюдать не хочу, если он не еврей, то он отличный человек. Прямо нужно ему помогать, нужно с ним быть полностью любить его, уважать его и так далее. Но он не является военно обязанным по умолчанию. Он не должен соблюдать все эти законы. Поэтому этот закон тоже относится к евреям. Теперь я знаю, что и христиане, и мусульмане, которые взяли Тору, но ее упростили и расширили ее на... Христиане сказали, что любой может стать христианином, а мусульмане сказали, что любой может стать мусульманином. Но они взяли из Торы меньше законов, чем есть в Торе, намного меньше. Они тоже взяли на себя не давать под проценты тем, кто верят, как они. То есть я знаю, что христиане не должны давать и брать под проценты у христиан. Мусульмане не должны давать и брать под проценты у мусульман. Евреи не должны брать и давать под проценты евреям, тем, кто соблюдает Тору. Но каждый из них разрешает делать это с другими, которые не идут к Всевышнему по их вере. Это очень интересно как, да? Теперь дальше. Это вот мы прочитали напрямую закон. Теперь устная Тора объясняет этот закон очень подробно. Очень подробно и очень четко объясняет этот закон. Теперь задают вопросы, а как же тогда банки в Израиле работают, да? Очень просто. Банки в Израиле работают по закону, например, приходит ко мне Светлана Карачева. И говорит, Ицхак, мне нужны деньги, чтобы купить квартиру. Я банк, например, да? Я еврей, она еврейка и, значит, по Торе нельзя, чтобы я давал ей деньги под проценты. Запрещено. И ей запрещено брать под проценты. Теперь, а как же банк еврейский в Израиле дает деньги евреям под проценты? Если вы почитаете внимательно договор, то в договоре написано, что банк не дает деньги под проценты, а банк дает деньги в партнерство. То есть в партнерство банк вступает с тем, кому он дает деньги. Мы привыкли, что это называется суда в банке. Но по факту банк дает деньги человеку, и он с ним становится партнером в каком-то деле, для которого человеку нужны деньги. Теперь только человек банку, он говорит, смотри, я не хочу с тобой вступать в долгие разговоры и доказательства о том, что сколько я на самом деле заработал. Давай я, ты мой партнер, я тебе дам фиксированную сумму заработка. Я у тебя беру эти деньги в партнерство, и я тебе даю фиксированную сумму заработка. Теперь я могу, если я деньги потеряю, я могу тебе не отдавать эти деньги, потому что мы же партнеры, я у тебя не занял их под проценты. Но я должен доказать, если вы внимательно почитаете договора всех банк, которые израиля дают, даже ипотечные суды и так далее, то это деньги, данные под проценты, не под проценты, это деньги, данные в партнерство. То есть там есть такое, как договор называется, это иска, разрешение сделать совместный бизнес. Но человек, который не хочет возвращать деньги своему партнеру, он должен доказать, и там идет очень сложная система доказательств, что он потерял эти деньги совершенно законным путем, что это не была его безалаберность, что это не была его там, ну, какая-то безалаберность, да. И поэтому люди, ну, это выглядит, внешне это выглядит, может быть, похоже на отдавать деньги под проценты, но по факту это совместный бизнес. Понятно, да. Так в Израиле дают банки деньги. Теперь, но по Торе это запрещено, давайте брать. Я сейчас расскажу очень интересную историю, как был один еврей, по-моему, это было в Праде лет 200 назад, и он сказал, а мне все равно, что в Торе написано, я буду, я буду давать деньги под проценты, мне все равно. То есть он давал деньги под проценты. Значит, потом, когда он умер, этот еврей, он давал деньги евреям, ему было абсолютно все равно, что там Тора напишет, нельзя, можно, значит. Уже тогда появились, а скала это было. А скала это было движение просвещения, которое сказали, зачем нам все эти законы божественные, там, типа, мы евреи, будем жить, вот, просто полагаясь на свой интеллект. Умер этот еврей, и его дети хотели похоронить его на еврейском кладбище. Но Хевра Кадиша, которая хоронит на еврейском кладбище, она говорит, мы не будем его хоронить на еврейском кладбище, потому что он презирал наши законы, и, значит, почему мы должны его хоронить на еврейском кладбище? Дети говорят, ну как, почему, потому что он все-таки был еврей, мы хотим, а как вы можете ему отказать? Тогда Хевра Кадиша, она сказала так, значит, заплатите, пожалуйста, миллион злотых на нужды общины. Это огромная была сумма. Дети говорят, а почему миллион? Всех хоронят, если нет денег бесплатно, если есть деньги, там, тысячу злотых надо заплатить. А почему миллион? Потому что вам было все равно на законы Бога, а значит, мы вам говорим, что миллион. Они пошли жаловаться к бургомистру этой праде. Пошли они жаловаться бургомистру праде, что с ними несправедливо поступают. Он вызывает тогда, вызывает раввина прадед, по-моему, это был рав Игер его звали, да? Не помню как. В общем, это был один из очень известных раввинов, который вошел в историю. Он был такой очень интеллектуально сильный равв. И позвал его бургомистра, говорит, объясните, пожалуйста, почему такая несправедливость? Почему все платят тысячу, а вы им объявили миллион? Он говорит, смотрите, уважаемый бургомистер, ведь и в Торе, это ваш Ветхий Завет, у вас в Библии написана вот как раз эта глава, что нельзя давать деньги в рост. Написано? Написано. А он давал деньги в рост. Давал? Давал. Значит, он законы эти презирал? Презирал. А у нас в законах, но вы же уважаете эти законы, то есть Библия же, это христианская тоже Библия, Ветхий Завет, но для нас-то он не Ветхий, для нас это Завет, мы в него верим. Значит, надо соблюдать законы Бога. Надо? Надо соблюдать. А у нас в Устной Торе, где Устная Тора, она разъясняет то, что написано в письменной, написано, что за все грехи, за все грехи, значит, есть разная степень, разная степень наказания. И вот за этот грех в Устной Торе написано, что тот, кто дает деньги под проценты, он не встанет, когда будет воскрешение из мертвых. Он говорит, смотрите, говорит, все платят тысячу крон за то, чтобы пролежать до воскрешения из мертвых, потом они встанут, земля освободится. А он-то, он никогда не встанет, значит, он покупает это место навечно, поэтому цена навечно миллион. Ну, бургомистр посмеялся, говорит, по лодике, по закону, все правильно. Если этот человек не хотел устанавливать свои законы при жизни, он устанавливал свои законы, но потом он должен все равно подчиняться тем законам, по которым живет община. Значит, платите миллион или, значит, думайте, что делать. Это вот такая есть известная история. Теперь последнее, то, что я хотел сказать, очень важное, то, что я сегодня прочитал, я дальше не знал. 38-й отрывок в этой главе говорит так. «Я Бог, Всесильный ваш, а не Ашем и Локехем, Ашер отцети, Этхем Эрец Митстраем, Который вывел вас из земли едипетской, Латет Лахем, чтобы дать вам, Эт Эрец Кнаан, землю Кнаан, вот эта земля, которая земля Израиля, Лиот Лахем Лолуим, чтобы быть вам Всесильным, чтобы быть вам Богом». Ну, вроде все понятно, да? «Я Бог, Всесильный ваш, Который вывел вас из земли едипетской, где вы были рабами, и дать вам землю Кнаан, землю Израиля. Для чего я вам даю землю Израиля? Лиот Лахем Лолуим, чтобы быть вам Богом Всесильным, чтобы вы выполняли мои законы». Объясняет устная Тора, да, Раша, приводит нам, он говорит так. «Дать вам землю Кнаан, вот давайте я все тогда прочту, все объяснение, который вывел вас из земли едипетской. Я в Египте отличил первенца Израиля от первенца Египта, то есть я знаю все сокрытое, я знаю суть, ну суть всего, я внутри всего, сказал Бог, поэтому я знаю и взыщу с того, кто дает ближнему своему деньги под проценты». То есть он говорит, вы не можете обмануть меня, вы можете обмануть кого угодно, но меня вы обмануть не можете. «Зачем я вас вывел?» «Латет Лахемет Эретс Кнаан», чтобы дать вам землю Кнаан, «Бесахаршите каблю митсватай» в награду за то, что вы примете мои заповеди. То есть земля Израиля дается народу Израиля в награду за принятие заповеди. «Лиот Лахем лейлоим» – быть вам всесильным. «Шиколь Адар Берец Исраэль» – каждый, кто живет в земле Израиля, «Я ему как всесильный, я ему как Бог». «Веколь Аюцем имена» – каждый, кто выходит из земли Израиля, «Кеувета Водазара», как служит идолам». Представляете? Это просто очень важная вещь, которая для евреев очень важна. Что Всевышнему очень важно, чтобы евреский народ жил в земле Израиля. И тот, кто выезжает из земли Израиля и не хочет жить в земле Израиля, «веколь Аюцем имена» – каждый, кто выходит из нее, «Кеувета Водазара», как идолопоклонник. Представляете? Поэтому, кто уже приехал в Израиль, пожалуйста, будьте внимательны, поймите, что Бог дал землю Израиля и еврейскому народу для соблюдения заповедей. Для соблюдения заповедей. Поэтому соблюдайте заповеди, и будет все хорошо и у вас, и у всего мира. Все, молимся, чтобы был мир на земле, чтобы люди жили мирно, чтобы любили друг друга, чтобы наступили небеса на земле, чтобы у каждого было здоровье, у вас, у ваших близких, полное выздоровление и благополучие, и деньги, и семья, и шломбайт, и все, что вы для себя хотите. То, что для вас важно, чтобы Всевышний вам дал. А вы выполняли заповеди, все. И чтобы была полная рифуа шлома бен фратха, шлома бен фратха, чтобы ему было полное, полнейшее выздоровление. Рифуата нефеш в рифуат агуф. Все, всем удачи, успехов. И чтобы было Луни Шама, Борух бен Авраам, это мой папа, там, чтобы ему в раю тоже пошла сейчас от этого урока духовная сила. Все, всем удачи, успехов, хорошего, прекрасного дня, чтобы видели Всевышнего во всем. И даже в звуке перфоратора есть проявление Всевышнего. Пока.